С понижением российского рубля изменились условия работы в России. Уже с 1 января текущего года ужесточены правила въезда в Россию. Изменился порядок привлечения иностранной рабочей силы. Теперь граждане из безвизовых стран СНГ, в том числе и кыргызстанцы, место разрешения на работу в обязательном порядке должны получить патент. Об этом подробнее в материале Айтуновна в делах. Сахарова. Маленькое подмосковное село в нескольких десятках километров от Москвы. Скоро это место будет знакомо каждому мигранту, желающему найти работу в России. Здесь начал работать многофункциональный миграционный центр по выдаче патента. С момента открытия каждый день здесь простаивают в очереди около 3000 человек. Однако сотрудники успевают обслужить только 30% приходящих. Многие дожидаются в свою очередь больше трех дней. Если честно, очень тяжело стоять целыми днями. К тому же здесь не предусмотрены даже скамейки. А для того, чтобы попасть в центр, приходится вставать в 5 часов утра. Я уже в свою очередь жду вот уже 4 недели, 4 дня. Очень тяжело проходить процесс документации. Рассказывает Фарида Закирова, которая сегодня трудится в России. Стоять в очереди часами, а порой и сутками труда у мигрантов вынуждает безысходность. Так как с 1 января текущего года ужесточены правила въезда в Россию. Изменился порядок привлечения иностранной рабочей силы и была отменена система квот. Теперь граждане из безвизовых стран СНГ, в том числе и кыргызстанцы, вместо разрушения на работу в обязательном порядке должны получить патент. В первую очередь то, что в течение 30 дней с момента въезда на территорию РФ иностранный гражданин должен обратиться за получением данного патента. Он должен предоставить заявление, а также ряд необходимых документов. Федеральной миграционной службой проводится проверка по учетам, дактилоскопирование и фотографирование иностранного гражданина. После получения патента иностранный гражданин начинает поиск работодателя. Поясняет новые правила директор департамента консульской службы МИД Кыргызстана Арслан Бекумиталиев. По правилам процесса оформления и выдачи иностранным гражданам патентов на работу нового образца должен занимать 10 дней. Однако на руки Натизарма Машарипова смогла получить его только через месяц. И тот документ оказался бракованный. В общей сложности на получение патента женщина затратила около 20 тысяч рублей. Центр расположен очень далеко. Сами ели как зарабатываем себе на хлеб. Каждый день только на дорогу уходит 300-500 рублей. Мы уже производили оплату в размере 4 тысяч рублей для получения патента. Есть еще дополнительные оплаты. А время проходит. Мало того, что столько времени потеряла, документ оказывается неправильно заполнили. Можно же быть повнимательнее и аккуратнее. Рассказала Натизар. Согласно изначальным целям, в центре можно оформить все документы на патент, а затем получить его. Также можно пройти необходимый медицинский осмотр и приобрести сертификат о сдаче экзамена на знание русского языка и истории России. Как требует того новое миграционное законодательство. Однако на деле сотрудники центра пока не справляются с потоками рабочих мигрантов. В этой связи посольство Кыргызстана уже направило ноту в МИД России с просьбой вмешаться в деятельность нового миграционного центра и оптимизировать сложившуюся там ситуацию. В частности, открыть дополнительные миграционные центры. По обслуживанию иностранных граждан, созданию определенных условий, то есть упорядочить вот эту очередь, создать какие-то места для отдыха. Потому что там элементарно иностранные граждане, простояв там несколько часов в очереди, не имеют возможности присесть отдохнуть, выпить воды. Поэтому посольство обратилось с просьбой рассмотреть такую возможность. Основная причина плохого сервиса руководитель учреждения объясняет наличием единственного миграционного центра, в котором работает около 400 сотрудников. Пропускная способность учреждения не рассчитана на такой поток мигрантов. При этом отмечается, что для оптимизации процесса выдачи патентов нового образца предпринимаются необходимые меры. В медицинском обслуживании здесь у нас маленький центр находится по пропускной способности. 250 человек он может обслуживать всего пока по медицинскому направлению. Но в настоящий момент уже к концу марта у нас будут новые территории и для медицины, и расширяется образование, сектор, который вы тоже видели при осмотре. Будут построены два временных сооружения, где будут размещаться отдельно медицинский центр и отдельно центр, который позволит мигрантам пройти необходимое тестирование знания русского языка и истории. Поясняет заместитель директора миграционного центра в городе Москва Андрей Краснов. Также с этого года с принятием нового миграционного закона ужесточились административные санкции для нарушителей миграционного законодательства. Предприняты российской стороной очень серьезные шаги, и допустим въезд закрывается иностранным гражданам сроком на 5 лет в отношении граждан, которые нарушили сроки пребывания свыше 180 дней. А также въезд закрывается сроком на 10 лет в случае, если иностранный гражданин находится на территории Российской Федерации без разрешительных документов, сроком выше 270 дней. Отметил директор департамента консульской службы МИД Кыргызстана Арсланбек Умиталиев. С ужесточением федерального законодательства количество въездов и выездов иностранных граждан в России снизилось почти на 70%, сообщают в федеральной миграционной службе. Массовый отток мигрантов наблюдается и среди кыргызстанцев. На фоне введения новых правил для иностранных граждан и падения рубля стало нерентабельно трудиться на территории Федерации, считает житель Баткинской области Ходжубек Нышанбаев. Молодой человек там проработал более 7 лет, а вернулся на родину в начале этого года. Прошло уже больше двух месяцев, как приехал к себе домой в Баткен. В России я много лет работал на стройке. Здесь также устроился на строительные предприятия. Меня очень радует, что у нас в селе открываются новые предприятия, где создаются новые рабочие места. Затем уезжать, если на родину можно зарабатывать себе на хлеб. Тем более на сегодня стало невыгодно работать в России. Во-первых, курс рубля снизился, также заставляет приобретать патенты. Рассказал Кочубек. Россия давно служит магнитом для трудовых мигрантов из Кыргызстана. Для них условия трудоустройства упростятся после полноправного вхождения в единое экономическое пространство. Также ожидается, что с присоединением мигранты из Кыргызстана смогут трудиться в России без получения патента. Достаточно будет лишь заключить трудовой договор. Айтунок Нурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайте iwpr.net. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok